Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить гидросамолету МБР-2 в масштабе 1 к 72, который производился в Энгельском опытно-конструкторском бюро Сигнал в городе Энгельс. Дату производства этой модели установить непросто, потому что штампов с датой на коробках у этой модели нет. Предположительно массовое производство началось в 1922-1983 году, а окончание было в начале 90-х годов. Данная масштабная модель была копией на реальный советский гидросамолет МБР-2, морской ближний разведчик, который был разработан под руководством Бериева Георгия Михайловича в 1932 году в Москве. Массовое производство в Таганроге пришлось на 1937-38 год, а окончание в 1940 году. МБР-2 представлял собой летающую лодку смешанной конструкции и с экипажем из трех человек. Конструкция лодки была цельнодеревянная, с металлическим хвостовым оперением и с поршневым двигателем жидкостного охлаждения АМ-34Н мощностью 750 л.с. На вооружении было два пулемета калибра 7,62 мм с боекомплектором по 1000 патронов на пулемет, а на наружной подвеске была возможность установки бомбы общей массой до 500 кг. Эти летающие лодки вели ближнюю морскую разведку на подходы к военно-морским базам и портам, использовались как ночные бомбардировщики, а также применялись для гражданской транспортировки и поисково-спасательных работ. Данный гидросамолет применялся как в русско-финской, так и во Второй мировой войне и был на вооружении Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флота. В общей сложности было изготовлено 1365 единиц МБР-2 и их гражданских вариантов МП-1. Этот гидросамолет стал самым массовым предвоенным гидросамолетом советского производства. Масштабная модель гидросамолета МБР-2 изготовлена из металла и является самым большим из всех массово выпускавшихся на заводе сигнал самолетов в масштабе 1 к 72. Из пластика сделаны двигатель с пропеллером, кабина пилота и кабина пулеметчика с пулеметом. Подвижными частями являются пропеллер и руль направления. Также можно снять фонари кабины пилота и пулеметчика. Модель гидросамолета сделана достаточно точно. Есть имитация переднего люка кабины летчика наблюдения, но он не открывается. В кабине пилота есть два сидения, штурвала и панель приборов, которые по количеству нанесенных индикаторов почти такое же, как в реальном самолете. На корпусе с двух сторон есть имитация иллюминаторов, которые прозрачные и также сделаны из пластика. Если сравнивать с оригинальным самолетом, то прежде всего в глаза бросается отсутствие крепления стабилизатора к фюзеляжу. Ну а все остальное очень похоже на настоящий МБР-2. Разбирается самолет в принципе не сложно и для того, чтобы отделить верхнюю часть крыльями от нижней, нужно открутить два винта, которые располагаются на днище, в середине и в хвостовой части. Если нужно снять только хвостовую часть, то достаточно открутить один задний винт. Внутри ничего интересного не увидеть, кроме номера, который нанесен карандашом. Скорее всего, это какой-то порядковый номер, который присваивался модели при сборке или же номер партии. Стоит отметить, что несмотря на свои размеры и достаточно большой вес, этот гидросамолет очень хрупкий. Так как у этой модели нет шасси, то при снятии его с пьедестала и установке на ровную поверхность, он заваливается на бок и может повредиться. Особенно страдают все выступающие части, которые то и дело отламываются. К ним относятся прежде всего поплавки, хвостовое оперение, двигатель и пулемет. В советское время цена на этот самолет была установлена 10 рублей, если судить по штампу на коробках. Артикул этой модели присваивался скорее всего один раз, потому что встречается только один его вариант, ART SSO 279D, и по всей видимости присвоен он был в 1923 году. Эта дата является приблизительной, и я ее вычислил, проводя аналогию с артикулами советских масштабных моделей автомобилей, дата начала производства которых более-менее известна. Данная модель с точки зрения конструкции не менялась за весь период производства. Самые ранние модели имели незначительное отличие от более поздних. Ранние модели отличаются пропеллером, концы лопастей которого подкрашивались желтой краской. Также на ранних моделях звезды на корпусе наносились с белой гранью. В поздних моделях звезды наносятся сплошной красной краской, а лопасти пропеллера идут черные. Упаковывался данный самолет, закрепленный на пластиковом пьедестале в картонную коробку с прозрачным окошком. Более ранние коробки были гладкие, а позже и до конца производства стали из более грубого и шершавого картона. Цена на этот самолет зависит прежде всего от его состояния, так как очень часто он продается на аукционах некомплектный. Наличие коробки также очень важно, потому что модель габаритная и без упаковки ее сложно хранить в целом состоянии. Цены на МБР-2 стартуют от 20-30 долларов без коробки и доходят до 100 долларов в идеальном состоянии и с коробкой. Всем спасибо за просмотр этого видео обзора, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Если есть какие-то дополнительные сведения про этот гидросамолет, будете интересно узнать. До встречи на моем канале и мирного неба! Субтитры создавал DimaTorzok